Как мы можем одеваться? Да так, чтобы было красиво и еще и не за дорого. Возможно ли это? Да, это возможно. При этом, когда вы заходите сюда, вы понимаете, что здесь не продают вам ширпотреб. Здесь продают вам качественный товар по весьма дешевой цене. Куда вам необходимо зайти? Так вам необходимо зайти вот сюда, в торговый центр Метеорит. Здесь расположен эконом-маркет антикризисный. Для того, чтобы понять, насколько качественный товар и насколько он дешево стоит. А теперь результат. Это отличная сетка, рожденная в Магнитогорске. Да, есть и Москва, но есть и Магнитка. И Магнитка перекрывает Москву. А как? Да просто. Потому что у нас в Магнитогорске два эконом-маркета. На Карломаркса 202Б и Грязнова 21. А количество товара? А давайте посмотрим. Вы понимаете, люди, которые смотрят наши сюжеты, они понимают, что да, почему нет. И, по сути, таких магазинов очень много в городе. Но, по сути, мы любим магазин антикризисный. По одной простой причине. В антикризисном можно себе купить все и подешевле. Возникает дивный вопрос. Вот, раз есть магазин антикризисный, раз вы все можете купить, почему вы не можете то же самое купить в Китае. О! Я скоро еду в Китай. Сейчас вы начнете падать. Я бы хотел на поезд туда проехать. Так вот, цена на поезд только в одну. Туда? Туда. Из Екатеринбурга. 22500 рублей. Нормально так? 50 тысяч. Поддайте, и все нормально будет. Это еще вы там кушать не будете. Как-то так получается. То бишь, чем мы сейчас занимаемся? Мы начинаем практиковать авиасообщение. Естественно, самолетом это в два раза дешевле. Почему нет? Полетим самолетом, естественно. Но пункт номер один. Я с самолетом ничего с собой не привезу. Да, пошли. И пункт номер два. Даже если я бы что-то хотел привезти, это вещь ограниченная. То есть максимум 15 килограмм. Как вы что-то с собой привезете? Да никак. Теперь, говоря о том, что здесь представлено. Хорошие и отличные товары исключительных продавцов. И сейчас объясню ситуацию. Потому что есть у нас в жизни интернет. Вы тоже самое можете купить и здесь. По той же самой нормальной китайской недорогой цене. Вы знаете, я немного путаюсь. Но поскольку я уж давненько работаю с антикризисным. Лет так шесть. И честно, я здесь и одеваюсь. Но по сути событий сегодня мне дали возможность показать, что здесь можно купить товар для всех. И для больших в том числе. Да отвинтить. Отвинтить. Потому что по сути я вот очень сильно люблю кроссовки. Эти кроссовки я в дискаунт-центре купил. До этого еще купил. Они были кроссовки для бейсбола. Я в них ходил пять лет. Пока они в лохмоты не развалились. Еще потом я их восстанавливал. Ну понятно, да, результат. По какой цене я их в свое время купил? Тысяча семьсот рублей. Это еще было до всяких там кризисных дел. Это было примерно в 2007 году. Купил я в свое время. После всего прочего я сказал, что российским дискаунт-центрам, в смысле всякими там, где дискаунт-центры, я говорю, что нет, ничего не буду покупать. Кроссовки я себе купил, естественно, где? Естественно, в Турции. Но опять же, по той самой цене, когда доллар был еще 32 рубля. Сейчас доллар стоит немножко дороже. Так, чуть-чуть, в два раза примерно. Вот. И где все теперь можно купить? Оптимальный вариант – приехать в магазин антикорийсный. Сейчас продемонстрировал. Я бы купил бы, если были деньги, но пока нету. Дай бог, чтобы было бы. То есть то, что мне нужно. Замечательные кроссовки Рибок. Отличные кроссовки. Ах, цена вопроса. 1300 рублей. За нормальные кроссовки. То, что мне доктор прописал. Ходил бы у них и дальше. Ну, это Рибок. Это крутизна. Теперь мы говорим про зиму. У нас, естественно, зима. Так вот, для меня. Я бы себе купил замечательную обувь. Офигительные кроссовки. Не знаю, что это такое. Но, тем не менее, цена – 950 рублей. Проработают очень долго. Максим ходит в размере 46. И на него есть кроссовки такие. Ну, не знаю. 46 – то, что на него. А вот в другом случае у него есть сын. А, вот для сына у Максима, вот сейчас объясню. Вот это вот разница, да? У меня они маленькие обуви, у Максима больше. А этот для сына. Такие парадно-выходные кроссовки 48 размера. То есть, я не знаю, больше есть или нет. Но, может быть, больше 50. Вот таких. Таких тоже здесь можно найти. Так вот, цена – 1300 рублей. То есть, еще раз вам говорю, что цена здесь абсолютно реальна. И для вас в том числе. Вообще-то, когда мы говорим про цену и даже думать забудьте, что мы опустились. Поверьте, нас опустили. И, поверьте, это не наш опуск. Держали бы доллары, все было бы нормально. Но давайте проверим нас на вшивость. Да не получится. За последние 25 лет – это уже пятая волна кризисов, причем без населения. Немного достало. Ну, да ладно. Мы найдем, где одеться и для себя, и для своих детей. К слову, о детях. Если бы не эконом-маркет антикризисный, если бы он не располагался в двух частях города, а именно на Грязнова, 21, на проспекте Карломаркса, 202-Б, нам было бы сложно. Но, по сути, вот вам результат. Детский зимний костюм. Производство Беларуси. Всего за 2350 рублей. Как вам, а? Ну, вот в такой штуке я бы мог уже и ночевать. Это, по-моему, спальник. 70-й размер. Вот. Вот такое, а вот это вот на такой. Вот так вот. То бишь, о чем мы говорим? О том, что эконом-маркет антикризисный работает и для тех, у кого большие размеры. 70-й, представляете? Цена вопроса. 2 800. То есть есть возможность прийти куда? Прийти сюда, в магазин антикризисный, который располагается по улице Грязнова, 21, или Карла Маркса, 202-б. Вот. К сожалению, я себе это не могу позволить. Да и Максимси тоже не может себе позволить. Вот. Я себе возьму кое-что другое. И вот об этом кое-чем другом я сейчас вам объясню. Вот. Чтобы вы не говорили, что магазин антикризисный, это вот и не для вас, вот, пожалуйста. Такую курточку я бы хотел себе взять. Она вот абсолютно нормальная. И для меня в том числе. Вот. Смотри, как клево все сделано, да? Вот такая курточка. Стоит 3,5 тысячи рублей. Нормальная цена? Да просто красота какая-то. Ну, вам надо понять, да? Я очень сторонник того, чтобы в Магнитогорск качественно и лучше одевался. Потому что выходишь вечером, да, зимой, смотришь, все вот идут, у всех все черное, черное, темное все. Говорю, нет, ребят, так не делается. Надо делать все остальное. Должна быть красота. Красота в городе Магнитогорске. А чем мы говорим о том, что это серый город? Да он не серый. Нормальные люди так же нормально одеваются. Это с ним. И наденем себе другую штуку. И цена опроса будет примерно такая же. То есть 3,5 тысячи рублей. Вот. Вот так вот. Сейчас аккуратно. Вот так вот снимем. Вот так вот аккуратно. И вот аккуратненько наденем. Вот. Вот так вот. Все это дело и одевается. О, нормальный результат, правильно? И капюшончик, пожалуйста. И шапочка. А, шапочка, кстати. Мне очень нравится. Адидас. Уже красота. Цена опроса. 3,5 тысячи рублей. И место то же самое. Эконом-маркет антикризисный. Грязнова 21 и Карла Маркса 202B. Приходите, берите себе то, что вы хотите. Вот так вот и получается. Вы когда-нибудь за сумму в 100 долларов одевались? А теперь, пожалуйста. И места то знаковые. Грязнова 21 и Карла Маркса 202B. И эти места вам представляет эконом-маркет антикризисный. Вот, собственно говоря, я здесь и оделся. Эконом-маркет антикризисный. Два места располагаются. Одно на Грязнова 21, другое на проспекте Карла Маркса 202B. Во что я оделся и сколько все это стоит? Ботинки. 950 рублей. Штаны. Ну, не сильно дорогие, по сути. Футболка 150 рублей. Кепка 220 рублей. И, естественно, замечательная курточка. И для зимы в том числе. Потому что, ну, шикарная куртка. Итого я оделся на сумму меньше 100 долларов. Ну, где вы такую штуку-то и найдете? Хотите съездить куда-то? Ну, посмотрите, если получится. А если не получится? А если не получится, и вообще, надо понимать, где мы спокойно одеваемся. В эконом-маркете антикризисный, который располагается на улице Грязнова 21 и на проспекте Карла Маркса 202B.